Всем привет, друзья! С вами Неро Янг, и сегодня я покажу вам три классных карточных фокуса, и обучу им, конечно же. Если вы хотите так же, как и я, быть чётким, профессиональным фокусником, обязательно заказывайте карты на magiclessonshop.ru. Это шикарный магазин карт. Заказывайте там и не прогадайте. Качество карт на высоте, быстрая доставка, все дела. Так что переходим по ссылочке и заказываем. Итак, для этого фокуса нам понадобится... Ну, я использую четырёх королей и туз пик. Пять карт, то есть. Мы располагаем их следующим образом. Через одну. Вверху у вас, если карта находится лицом вверх, должен быть красный король. И потом туз. Вы показываете четыре короля и туза пик. Ставите брейк. На этом верхнем короле вот так. Откладываете туза. И вам нужно перевернуть вот так вот эти карты. То есть, в итоге у вас вот здесь вот находится дабл, а здесь три ваша карты. Вот так. Вы говорите, сначала начнём с туза. Уберём его в карман. Просто для визуальности для вас карман будет находиться здесь. Далее вы поворачиваете на себя эти четыре карты и раскрываете их. У вас здесь такая ситуация. Зрителю, естественно, вы этого не показываете. Вам нужно туза пик положить вот сюда. А красного короля положить сюда. То есть, для эмсликаунта. Красный король, чёрный король, туз пик, чёрный король. Вы поворачиваетесь к зрителю и сразу же начинаете делать эмсликаунт. Обучение эмсликаунта вы можете найти на моём канале. Либо просто в ютубе забейте эмсликаунт. То есть, мы слистываем одну. Слистываем блок из двух карт. При этом возвращаем эту карту назад. Таким образом кажется, что мы показали четырёх королей. Разворачиваем эту пачечку. И нам нужно теперь сделать вид, что туз переместился сюда. Здесь у нас четыре карты. Три короля и туз. Что мы делаем? Мы говорим, смотри, я встряхну. И теперь здесь ровно пять карт. Раз. Слистываем нашего туза. Два. И при том, как только мы слистнули вот этого, да, короля. То есть, смотрите, раз. Мы возвращаем туза назад. Таким образом мы посчитаем его два раза. То есть, раз, два, три, четыре, пять карт. И сразу переворачиваем последнюю. И пятая карта туз пики. В этот момент зрители по-любому удивлятся. То есть, они будут офигевать там и так далее. И что мы делаем? Пока они удивляются, мы должны в пальмирование забрать трёх королей. Как проще всего это сделать? Я делаю это вот так. Как думаешь, что у меня в кармане находится? И поднимаю взгляд при этом. И начинаю спрашивать. Зритель тоже поднимает взгляд и перестает смотреть на ваши руки. Как думаешь, что у меня в кармане находится? Я меняю туза и королей местами. Ставлю брейк. Из брейка забираю. Всё. Как думаешь, что у меня в кармане находится? И мы сразу этой рукой идём в карман. И вытаскиваем вот так четыре карты. Говорим четыре короля, потому что здесь туз. И это кикер, который просто убивает полностью зрителей. Они не могут понять, как такое вообще возможно. На воду двести и рука. Семнадцать. Всё по-честному. Это ловушка. Всё по-честному. Почти раунды получились. Семнадцать на четыре недели. Это не важно. Для этого трюка нам понадобится четыре туза сверху колоды. Всё. Это вся подготовка. Мы просим зрителя называть любое число от одного до тридцати. Абсолютно любое. Допустим, он называет число двадцать. Что происходит? Мы начинаем вот так отсчитывать. Либо можем ему объяснить, что вот так начинаю отсчитывать. И полностью вот до твоего числа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, двадцать, как? Что произошло? Таким образом у нас четыре туза оказались внизу. Что мы делаем дальше? Мы говорим, что нужно разложить их на четыре стопки. И начинаем вот так пролистывать. Естественно, когда мы дойдём до конца, все четыре туза будут сверху. Неважно, какое число назвал зритель. То есть это автоматический фокус с любым числом работает. И он очень-очень-очень простой. Это прям такой фокус для совсем новичков. Итак, давайте ещё раз я объясню. Как только мы начинаем отсчитывать, неважно, какое число, тузы идут вниз. И сколько бы карт здесь не было, когда мы начнём раскладывать их на четыре стопки, наверх каждой стопки по-любому пойдут тузы. Вот и всё. У меня? Нет, не вначале. Более прикольно было. Как это происходит? И так, для этого трюка вы можете дать зрителю абсолютно любую карту. Ну, то есть вы вот так прям показываете, бери любую-любую, какую хочешь. Допустим, он захотел вот эту. Пока он её запоминает, показывает там себе, остальным, всё, что вам нужно сделать, это вот такую вещь. Всё. Выглядит оно примерно так. Естественно, в этот момент никто на вас не должен смотреть. Они будут заняты разглядыванием карты. Итак, мы делаем вот это. Смотрите, мы приподнимаем вот так одну карту вот здесь. Карты лицом вверх, верхнюю карту приподнимаем. И под ней переворачиваем колоду. И сразу всё это дело поворачиваем на себя в скорости. Это выглядит примерно так. Таким образом, у нас обычная колода и одна карта перевернута. Вы просите вернуть карту и говорите, что можете её также видеть. Он вам её отдаёт, и вы подкладываете её вот сюда. То есть у нас получился такой дабл автоматический. Итак, что мы делаем дальше? Мы этот дабл переворачиваем чуть ближе к зрителю. Вот так. То есть, чтобы мы смогли его схватить в пальм. Именно две карты. Либо вы можете вот так вот его показать. И взять в пальмирование. После этого вы показываете вот так. Что вы сейчас расскажете зрителю крутой секрет фокуса. Как карта попадает к вам в карман. Весь секрет в том, что вы незаметно берёте карту зрителя. И делаете вид, что лезете в карман за картой. Но на самом деле вы отпускаете эту карту и вытаскиваете. Но что происходит на самом деле, пока вы заговариваете зубы этим секретом? Так как у вас две карты. Вы всё это демонстрируете реально как секрет. Представим, что здесь у меня карман. Вы говорите, после этого я резко вытаскиваю. И зритель видит, что карта переместилась в карман. Но на самом деле здесь уже не карта зрителя. Но он об этом не знает. Он думает, что вы просто делитесь секретом. Далее. Вы вытаскиваете вот так вот эту карту. Большой палец её держит. И всё, что вам нужно сделать, это якобы сказать, но есть ещё более крутой способ. Сейчас я его покажу. Выглядит он вот так. Оп. И потом вы достаёте карту зрителя реальную. Что происходит? Так как здесь лежит в кармане уже карта зрителя. А здесь ненужная карта, но зритель думает, что она вот. Так как вы просто объясняли секрет. Итак, извините. Болею, ребят. 500 лайков для выздоровления. В общем, вы держите вот так карту. Как только вы подводите вот так руку, вы отпускаете большой палец. И делаете вид, что вы взяли эту карту. Показываете, что в руке ничего нет. И лезете в карман. И говорите, есть крутой способ. И достаёте снова карту из кармана. И зритель офигевает. Он думал, что вы показывали ему секрет. На самом деле вы показали ему фокус. Вот и всё. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте, оправили 500 лайков новое видео. Я надеюсь, всё окей. Вы хотите больше таких подборок. Если хотите больше таких подборок, напишите об этом в комментариях. С вами был Неро Янг. Всем удачи. Всем пока.